Давайте начинать. Я думаю, сразу, если вдруг кому-то это будет актуально, в чате попрошу опубликовать контакты компании Just Prime Combs, если кто-то захочет связаться сразу после эфира. Ну что ж, Анна, давайте начнем с Эмирата. Привозит вместе с собой свой бизнес и свою команду, продолжает развивать бизнес из Эмиратов. И здесь могут быть разные преимущества. Например, с точки зрения жизни, да, очень важно, что это место безопасное, с высоким уровнем жизни. То есть это такой образ города будущего. Эмираты сами себя видят как образ города будущего с самыми современными технологиями, самыми современными городскими проектами. То есть можно быть уверенным, что если где-то и запустится условно там летающее такси, да, то вы будете одним из первых, кто будет в центре вот этого технологического прогресса. Это место с очень развитой инфраструктурой, и она продолжает дальше развиваться, привлекать самых современных архитекторов, самые интересные архитектурные проекты. Это место с престижным образованием. Я немножко по нескольким пунктам, да, более подробно скажу по поводу безопасности. То есть здесь можно совершенно спокойно выйти ночью на улицу, абсолютно безопасно. Можно не беспокоиться за сохранность там своих вещей, ноутбуков и так далее. Никто не украдет. Какие-то редкие случаи, которые случаются, они там раскрываются в течение нескольких часов. Вещи возвращаются, деньги возвращаются. То есть это один из самых безопасных городов в мире вообще. С точки зрения инфраструктуры, как я уже говорила, да, есть какая-то такая глобальная большая инфраструктура. Здесь у нас на экране сейчас несколько проектов, которые как раз иллюстрируют дальнейшее направление развития города. Ключевые проекты, которые запускаются в ближайшие несколько лет. Это новая высотка бурт Джумейра, которая будет выше, чем все предыдущие построенные здания. Самое высокое здание в мире, 550 метров в высоту. Это новый огромный торговый центр со всеми возможными развлечениями. И в том числе с самым длинным крытым горнолыжным спуском. Вот здесь его на картинке видно на макете. И это также очень интересный проект. Называется «Сердце Европы». Это шесть островов. Каждый остров будет символизировать собой одну из наиболее популярных стран Европы. Это будет Италия в миниатюре или Франция в миниатюре со всеми ресторанами, кухней, архитектурой. То есть можно будет полностью окунуться в атмосферу европейской страны, не выезжая из Дубая. И если мы вернемся дальше, например, к какой-то инфраструктуре более приземленной, которая касается, например, меня, когда я переезжаю в Дубай или вас, если вы снимаете квартиру, то сейчас законодательно регламентировано земельным департаментом, что каждый новый построенный объект должен как минимум содержать достаточное количество парковочных мест с той, храны, стойку ресепшна, тренажерный зал, бассейн, саун, игровые комнаты для детей, библиотеку, зону для барбекю. То есть это такая, это просто, это база, которая будет у всех застройщиков, включая какие-то экономные варианты. Не говоря уже про какие-то элитные новостройки, настройки, премиальный сегмент. Вот. Еще очень важный момент для людей, которые переезжают, это, ну, как я уже сказала, да, высокий уровень жизни. И если вы знаете английский язык, то у вас будет еще отсутствие языкового барьера, потому что здесь все с хорошим английским, 85% населения имеет продвинутый уровень английского языка, и никакого языкового барьера у вас не будет. Вот. Если также, например, есть вопрос по религиозной толерантности, да, то есть потому что это мусульманская страна, да, это мусульманская страна, но уровень религиозной толерантности очень высокий. В Дубае, в общем, все одеваются как хотят, выглядят как хотят. Ну, есть какие-то рекомендации, да, там, может быть, но, тем не менее, там в последнее время никаких проблем с любыми вариантами внешнего вида не приключалось. Даже наоборот были какие-то интересные случаи. Например, в одном из бизнес-кварталов построил мечеть, и местное сообщество, оно договорилось с городом, чтобы приглушили звук мечети, вот, чтобы это не мешало там жить и работать. То есть Эмираты настолько сфокусированы именно на экономическом росте, что они готовы договариваться и готовы для всех создавать комфортные условия. Двигаться немножко, да? Да. С точки зрения семьи, да, еще очень важен вопрос, например, образования. То есть переезжают с детьми, куда они пойдут в школу, куда они пойдут в университет. Огромный выбор школ и университетов. Есть частные и государственные. Иностранцы в основном идут в частные. Очень популярны филиалы иностранных, там, европейских, американских образовательных учреждений. В основном в школах преподавание ведется на английском языке. Если есть желание, есть также русская школа. Там полностью русскоязычное обучение. И обучение идет по российской образовательной программе. И очень много, как я уже сказала, да, приглашают экспертов из Великобритании, США, Германии, Франции, Швейцарии. И есть как очень хорошие местные вузы, так и, например, филиалы зарубежных университетов. Здесь есть филиалы Парижского университета Сорбонна, Нью-Йоркского университета, Вашингтонского университета, Бостонского университета, Лондонской бизнес-школы. И это в том числе, например, возможность получить престижное образование, получить диплом престижного университета с минимумом на 15% дешевле, чем если бы вы поехали, например, в Лондон и там поступили, в Лондонскую бизнес-школу. А как бы диплом равнозначный. Скажите, вот преимущества, они более-менее понятны. Но вы вот сейчас многих людей, ну, скажем так, релацируете, отправляете в Эмираты. Понятно, есть обратная связь. Вот понятно, вы общаетесь с ними там уже. По вашему опыту, а что сложнее всего? То есть со знаком плюс понятно, а со знаком минус, какие проблемы, на ваш взгляд, наиболее важно, ну, по крайней мере, держать в уме, когда ты принимаешь решение, в частности, о Дубае? Я думаю, что здесь два самых важных фактора, которые надо учитывать, да, прежде всего, это климат, но здесь ни для кого не секрет, что летом в Эмиратах достаточно жарко. Но здесь тоже надо понимать, что вся инфраструктура городская рассчитана на то, что жарко, и максимальное количество всевозможных развлечений, активностей, спорта и так далее приспособлено для вот этой температуры. Это, как правило, там все происходит в закрытых помещениях, то есть тут, как видите, я уже рассказывала, да, даже горнолыжка есть, там есть закрытые горнолыжные склоны. И, то есть, когда только переезжаешь, вообще поражает воображение, насколько хорошо этот город адаптирован к вот этим высоким температурам. То есть тоже, даже вплоть до того, что там, например, остановки общественного транспорта, они полностью закрыты, и внутри стоят кондиционеры, да, чтобы не жарко стоять, ждать автобусы. Вот. И второй момент, это, да, инфраструктура общественного транспорта есть, она достаточно развита, она дальше развивается. Это один из приоритетов развития города Дубая, вот, который стоит перед государством. Но это все еще по-прежнему очень во многом автомобильный город. И, например, если вы любите долгие прогулки на свежем воздухе, то здесь нужно будет искать какие-то альтернативы. Вот. Ну, вот это два таких важных фактора, которые нужно иметь в виду. Они такие, ну, личностные скорее, да. Важный момент. Все-таки я и вас, и ваших коллег по Турции обязательно про это спрошу. Вот все-таки, ну, опять же, ваше ощущение людей, которые видят эту ситуацию изнутри. Если мы говорим о комьюнити, насколько оно действительно активно, и вот общение с одной стороны, и досуг с другой стороны. Ну, то есть, то, что говорят, да, понятно, это современный город, но с кем я буду общаться и куда я там буду ходить? То есть, ну, горнолыжный спуск – это здорово, да, но условного Эрмитажа там нет. Вот этот момент. Ну, говоря про Эрмитаж, да, здесь мне тоже есть что ответить, потому что, может быть, там Эрмитажа нет, но вот, например, в соседнем Эмирате, в Убудабе, там есть филиал Лура. И вообще Эмираты сейчас – это один из центров современного искусства. Они очень заинтересованы в развитии, они приглашают художников, приглашают выставки, делают выставочные залы, и, то есть, с этим здесь как раз все очень хорошо. Второй вопрос был, да, про комьюнити, чисто про общение. Здесь я, наверное, тоже хотела, немножко недоговорила. По первому вопросу тоже важный момент. Если вы переезжаете и переезжаете с прицелом делать здесь бизнес, это очень хорошее место, потому что здесь очень развито развит профессиональное сообщество, нетворкинг, ищутся партнеры, ищутся инвесторы, проводятся всевозможные бизнес-мероприятия. Поскольку сейчас очень сложно с логистикой, то очень многие российские представители российского бизнеса, когда они приезжают здесь, проводят здесь конференции, здесь мероприятия, вот как одно из таких вот на данный момент открытых направлений для граждан России. Вот, и есть сейчас, то есть комьюнити было, сейчас оно очень сильно выросло. Очень хорошее именно качество этого комьюнити, то есть это заинтересованные люди с большим количеством идей, настроенные там на развитие. Есть рестораны, которые традиционно считаются русскими, есть ресторан Пушкин, вот, то есть вы здесь явно не будете в изоляции, здесь очень много сейчас наших соотечественников, и они продолжают переезжать сюда. Окей, друзья, ну смотрите, здесь есть вопросы, я ненадолго сейчас Анну отпущу. Анна, будет минутка, ответьте, там просто в чате, например, вопросы про прожиточный минимум, Крис, услышали ваш вопрос про право собственности в Дубае, мы чуть позже вопроса собственности коснемся. Сейчас ненадолго мы с Анной прощаемся, она к нам еще обязательно через некоторое время вернется. Екатерина, давайте несколько слов о Турции, как вы себе видите текущую ситуацию, вот, плюсы и минусы, все-таки это тоже очень важно, и потом мы подключим через буквально пару минут вашу коллегу, которая в Турции живет намного дольше нас и может сказать ее ощущения. Вы знаете, я скажу не столько о плюсах и минусах, сколько о конкретных цифрах, которые показывают эти плюсы и минусы. В принципе, при продаже недвижимости мы обычно ориентируемся на две составляющие. Это либо холодный расчет, и мы покупаем недвижимость для того, чтобы она нам приносила деньги, либо это некая эмоциональная составляющая, когда нам нравится квартира, пентхаус, дом, вилла, и мы покупаем, потому что нам там классно, и мы там хотим жить. Вот в Турции эти две эмоциональные составляющие и холодный расчет, эти два фактора, они очень хорошо соединились вместе. Почему? Хочу показать цифры сейчас. Давайте покажем цифры. Да, давайте покажем цифры. Это в целом по недвижимости и по стране, и что касается движения денежных средств, связанных с покупкой недвижимости. До сентября, с января по сентябрь в этом году, количество сделок с иностранцами составило 50 тысяч лотов. 50 тысяч, в принципе, людей приехало в Турцию с начала этого года. Это небольшой городок России, как вы можете себе представить. И это на 32,5% больше, чем за этот же период прошлого года. Ну и здесь мы можем поговорить об этом и понять, как цифры говорят сами за себя. Насколько популярна эта страна в этом году, в принципе. Если говорить о цифрах, да-да-да, за короткий период, то только в сентябре было продано 5 тысяч объектов недвижимости. Из них россияне приобрели порядка, чуть больше тысячи. Когда вы говорите 5 тысяч, 5 тысяч иностранцам, естественно. Да, 5 тысяч лотов, объектов недвижимости было приобретено иностранцами только в сентябре этого года. Россияне, ну не то чтобы лидируют, да, но занимают такую достаточно большую долю от этого объема. 1200 объектов приобрели россияне. Ну, чтобы было с чем сравнивать, жители Казахстана приобрели 207 объектов и граждане Украины приобрели всего 20 объектов. В топе запросов на сегодняшний день Стамбул, Анталья и Мерсин. Окей. Дорогие друзья, как я уже сказал, у нас экспертов сегодня много, поэтому мы отключаем, подключаем. Я думаю, что можно уже сейчас подключить к нашей беседе Лилию Нилифер-Калкан, представителя компании Just Primes Homes в Турции. Лилия, если вы сейчас готовы, подключайте, пожалуйста, камеру, микрофон, и мы тогда коснемся уже не столько цифровых вопросов, а тех вопросов, которые могут заинтересовать уже каждого человека в отдельности. Лилия, здравствуйте. Сразу видно, что вы прямо в Турции, в Турции. Здравствуйте. Давайте мы связь проверим. С микрофончиком. Ты мне слышно? Да, слышно. Турция, Анталия, Анталия. Дюня, Англзе, Шегерет, Анталия. Добро пожаловать в Турцию. Добро пожаловать в самый прекрасный город Анталия. Вы когда начали говорить, я немножко перепугался, подумал, что... Как что-то перепутали, вроде же говорили с вами по-русски говорили. Как мы тогда с тобой ненадолго прощаемся? Лилия, вот те вопросы, которые важны, мне кажется, людям сейчас очень. Все-таки вопрос цен и не только на недвижимость. Как бы вы оценили всю историю, связанную с инфляцией? Насколько это сейчас проблема? Смотрите, несмотря на то, что рынок недвижимости в Турции растет и расширяется, даже если считать цифры по инфляции, цены на нем все-таки существенно отличаются от европейских стран Дельноморья. Например, приобрести недвижимость на лазурном берегу Турции обойдется все равно сейчас вам в Ешеле, чем, например, в странах Европы. Также это экономический показатель Турции, немаловажный фактор решается. Например, Турция – это страна, которая имеет возможность практически полностью себя обеспечивать. Например, ведущие отрасли, такие как текстильная, пищевая, металлургическая, химическая и так далее, очень развита в Турции. Отсюда вытекает следующий фактор, какой стоимость повседневной жизни. Половину ниже сейчас стоимость повседневной жизни ниже, чем в Европе, и на четверть ниже, чем в крупных городах России. Вот все-таки, вот лично, вот ощущаете, что все-таки цены растут, от этого никуда не деться. Это официальные инфляции в мирах, они безумные. Если мы сейчас говорим не о недвижимости, вот понятно, что это все равно дешевле, чем, ну, по многим параметрам, там, в Европе, в России, но тем не менее. Вот ваши личные ощущения. Вот вы приходите в магазин, вы видите, что каждый день ценники переписывают, что там происходит? Да, несмотря на то, что инфляция затронула, к сожалению, 80% в Турции, 80% инфляции прошло за последний год. Несмотря на это, Турция все равно лидирует в списке стран доступной жизни. Следующий вопрос у меня к вам. Тоже, опять же, повод с вашим ощущением. Правда, россияне действительно и вообще русскоязычные покупатели ежемесячно покупают, там, полторы-две тысячи объектов. Но с начала года около трех миллионов россиян, только россиян, по-моему, около 500 тысяч украинцев приехало в Турцию. Многие уехали уже, но часть осталась. Вот ощущение комьюнити, вы живущая, насколько, по-моему, вы в Анталии живете? Да, я в Анталии живу. Да. Насколько слышна русская речь и много ли всего здесь сейчас? Вы знаете, у нас очень бурно сейчас идет жизнь в Анталии русскоязычных. Всевозможные общества соотечественников, всевозможные нетворки живую и онлайн, всевозможные выставки, концерты, курсы и так далее. Здесь слышна русская речь и на пляже, и в магазине, и в ресторане, и даже в общественном транспорте. Очень много за последний год приехало, за последние 12 месяцев, как вы уже заметили, Казахстан, Россия, Украина и так далее, постсоветские страны. Но у нас очень бурная развивается сейчас жизнь в Анталии, потому что люди, которые приехали сюда заниматься не только недвижимостью, у нас здесь еще есть другие сферы, которые занимаются, скажем так, русскоязычные туристы. Поэтому у нас очень много всего, что интересного. 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 Языковой барьер. Какой он? Насколько это сейчас серьезно? Знаете, если вы хотите приехать в Турцию и заниматься любым бизнесом, маленьким, средним или большим, конечно, языковой барьер существует. В Турции есть курсы турецкого языка, ускоренные курсы, которые мы советуем обязательно пройти. Я считаю, что самая главная причина это только языковой барьер. Во всем остальном... Окей. Тогда все-таки маленькое уточнение. Если знаешь русский и английский, то если я правильно услышал ваш ответ, по вашему опыту, его вообще не хватает, но если хочешь вести бизнес, тогда турецкий изучай. Обязательно. Да, обязательно. Потому что рынок рассчитан не только на русскоговорящих. Здесь 84 миллиона турецких граждан живет. Поэтому если открывать какой-то бизнес, нужно рассчитывать не только на русскоговорящую среду, а также на турецкоговорящую среду. Поэтому желательно знание языка. Окей. Хорошо. Лилия, нерадолго с вами прощаемся, чуть позже вернемся к диалогу. Итак, Ольга Заливацкая, юрист по иммиграционным вопросам компании Just Prime Home. Говорим с вами о Эмиратах. Итак, человек хочет переехать, рассматривает возможности в Эмиратах, нужно какое-то основание. Не просто приехать на пару недель, а жить месяцами, а может быть и годами. Несколько слов об этом, какие сейчас реально возможности есть. Всем добрый день. Хотелось бы сначала отметить о том, что российский гражданин может приехать в страну по туристической визе и находиться здесь на настоящий момент в течение 90 дней. И как раз таки во время нахождения в период этих 90 дней определиться, нравится ему место, подходит, не подходит, определиться с целями, которые он для себя ставит. И дальше уже в зависимости от, например, принятого им решения по поводу того, что он решил жить в Эмиратах, он определяется своими целями. Он тут просто живет, да, просто вот как бы вот он, например, хочет жить здесь. Или он может, допустим, приехать сюда для того, чтобы работать. Он может приехать для того, чтобы учиться. Может приехать для того, чтобы создать здесь компанию, там, или создать новый бизнес, или релацировать имеющийся бизнес именно на территории Эмиратов. Или, например, он хочет инвестировать в недвижимость, да, то есть вот определиться с целями, которые у него, и уже в зависимости от того, как он себя видит, определиться с визой. То есть 90 дней туристической визы проходит, и надо определяться дальше с удостоверением личности на территории Эмиратов. Для экспатов и для неграждан Эмиратов это карточка Emirates ID, которая выдается по результатам оформления резидентской визы. Итак, какие могут быть визы? Визы могут быть за инвестиции в недвижимость, могут быть визы при регистрации компании. Есть новшество, которое называется фриланс-виза, очень удобная. Сейчас я поподробнее по каждой из виз расскажу. И прочие визы, это студенческие, рабочие, визы пенсионеров, вот так. Значит, визы за инвестиции в недвижимость. Они бывают двух видов. Если вы инвестируете в недвижимость на сумму от 204 тысяч долларов до 545 тысяч долларов, то вы имеете право на двухлетнюю визу. Если вы инвестируете на сумму от 545 тысяч долларов и выше, то вы имеете возможность оформить золотую резидентскую визу. Золотая резидентская виза идет в пакете с дополнительными привилегиями, такими как, например, возможность быть спонсором для оформления резидентских виз, таких же 10-летних, для членов своей семьи. То есть это не только жена и дети, причем сыновья до 30 лет, это еще и родители. И также есть возможность оформить также спонсорские визы на своих домашних рабочих, скажем так, водителей, домработницы и так далее, на троих. А можно, наверное, вот об этом буквально чуть-чуть подробнее сразу, потому что эта тема редко освещается. То есть, условно говоря, эти люди не являются родственниками, и ты можешь просто, снова говоря, привезти их с собой, там, няню или кого-то еще. Да. И ты являешься их спонсором, то есть твой статус спонсорский, ты говоришь о том, что ты их содержишь. Вот коллега Анна говорила о том, что Эмираты – это прежде всего качество жизни, да. Вот мне бы хотелось тоже здесь отметить, что качество жизни и человек с своим уровнем, да, он как доходности, да, с своим уровнем определяет это качество. То есть оно может быть просто хорошего качества, а может быть лакшери. То есть вот Дубай, например, это лакшери. Ты можешь погрузиться в атмосферу вот этого роскоши и находиться здесь безостановочно. Вот в том числе, например, иметь золотую визу. Дальше, следующий тип визы – это визы при регистрации компании. То есть вы регистрируете здесь компанию, определяетесь, какая компания это будет. Компании могут регистрироваться в разных фризонах, например, могут регистрироваться на основной территории, так называемой, и здесь надо понимать, что при каждом случае вот все эти разновидности, они регулируются разным законодательством. То есть законодательство фризоны у каждой свое в зависимости от темы фризоны, да, и на Мейнленде это другое законодательство, законодательство муниципалитета. Итак, вы зарегистрировали компанию, определились с видами экономической деятельности, с законодательством, зарегистрировали компанию, получили торговую лицензию, и после этого вы можете оформить резидентскую визу как инвестор или партнерская виза, она еще называется. Эта виза также выдается на два года, и, соответственно, все виды виз, которые здесь выдаются, они выдаются только на этот период, и они не пролонгируются автоматически, они пролонгируются только в том случае, если основания для ее получения остаются на момент продления. Следующий тип виз – это новые, как я говорила, фрилансерские визы. Фриланс-виза, по сути, это просто виза, которая дает возможность человеку работать, ну, как фриланс, да, сам на себя, не дает возможности ему нанимать персонал. У фриланс-визы немножко подороже цена при оформлении, но при этом есть свое преимущество. Фриланс-виза дает практически гарантию открытия банковского счета. Надо понимать, что в Эмиратах, несмотря на то, что Эмираты являются безопасной страной, в том числе и обеспечивают финансовую безопасность для граждан, которые сюда переезжают, потому что Эмираты сохраняют политический нейтралитет, и, в общем-то, банки тоже сохраняют такой же нейтралитет, но, тем не менее, открыть счет для гражданина Российской Федерации может быть иногда затруднительно, в связи с тем, что банковская система Эмиратов является частью, ну, понятно, всемирной банковской системы. Вот, и просто банки при открытии банковских счетов задают дополнительные вопросы, хотят вот нивелировать риски с транзакциями вот в их банке. И фриланс-виза, она, в общем-то, гарантирует доход, есть процедура, я вот не знаю, рассказывать мне ее или нет, но она гарантирует ежемесячный доход, и, таким образом, у банка не возникает вопроса, откуда приходит эта сумма, и банк открывает счет на фриланс-визе. Ну, я думаю, что на какие-то вопросы просто можно будет уже потом ответить в частном порядке, я еще раз попрошу опубликовать контакты компании, потому что я прекрасно понимаю, что, ну, мы две страны объединили в одну, и в рамках одного вебинара просто на все вопросы, как я уже сказал, вот прямо так ответить не сможем, по крайней мере, направление, что называется, заданное. Окей, я просто хочу еще уточнить, вот технически получение этих виз, насколько это сложный процесс, ну, окей, потому что, хорошо, я приехал в Дубай, одно дело я на море хожу, я и сам как-нибудь справлюсь, а тут все-таки, ну, как-то не. Ну, да, то есть технически это, есть ряд процедур, он, ну... Ольга, куда-то звук, звук пропал. Демираток, да, он достаточно загроможден. Простите, у вас было не смысл, если можно, повторите, пожалуйста, еще раз ответ. Звук, звук... Нет, сейчас, сейчас же все хорошо. Да. Да, это отлично. Так вот, процедура оформления виз, он достаточно загроможден, то есть когда, когда что-то знаешь, да, то есть оно и легко делать, а когда приезжаешь и не знаешь, то, естественно, оно кажется сложным. В общем, он загроможден, но достаточно понятен, прозрачен. Визы, которые оформляются при регистрации компаний, если это компания на Мейнленде, то это оформляется миграционными службами, если это компания на Фризоне, то визы оформляются в соответствии с законодательством Фризоны, если это фриланс-визы, это тоже оформляется миграционными подразделениями, если это визы за недвижимость, то они оформляются земельным департаментом. Окей, я думаю, что да, можно сейчас, во-первых, в чате тоже нас попросили зрители дать, может быть, конкретные контакты, давайте просто сейчас контакт вот Анны выступала, дадим просто ее личный телефон, потому что, ну, не всем удобно звонить в офис, просто в чате попросили сейчас опубликовать. Если Анна не возражает, да, пожалуйста, дайте контакт, проблемы никакой нет. Ольга, такой вопрос, не знаю, к вам или не к вам, потому что мы в основном с вами говорили о недвижимости в Дубае. Есть вопрос по поводу ВНЖ в Рассельхайме при покупке недвижимости. Можете что-то прокомментировать или отдельно уже в частной беседе? Давайте отдельно. Хорошо, окей, так что Екатерина, про Рассельхайм отдельно. Поговорим сейчас больше акцента на Дубае, делаем, по крайней мере, в той части, которая касается Эмиратов. Давайте теперь несколько слов о налогах, это тоже важно, потому что есть все-таки некоторые путаницы, то говорят, что их нет, то говорят, что они есть. То есть, для тех, для кого это важно, вопросы, связанные с покупкой недвижимости и налогообложением. Да, смотрите, значит, налогов, подоходного и имущественных налогов здесь нет. Есть налог с продаж при оборотах от 375 тысяч дирхам в год. Что касается налогов от продажи недвижимости, то этот налог уплачивается при сделках, оформлении недвижимости, его размер 4% от суммы сделки. Я бы сказала, что это не налог, это, наверное, ближе к пошлине, но смысл такой. И вот по поводу налогов тоже еще был один вопрос от нашего зрителя по поводу двойного налогообложения. Вот этот момент можете пояснить? Есть соглашение о двойном налогообложении между Россией и Эмиратами, несколько слов об этом. Не могу пояснить. Если будет конкретный вопрос, то в индивидуальном порядке может быть. Ну да, потому что вопрос, он с одной стороны получается общий. Сейчас я постараюсь просто, может быть, его найти в чате. Тогда скажите, вот этот вопрос к вам, и каким образом происходит оформление недвижимости и переход права собственности? Или это скорее вот к вашей коллеге Надежде? Оформление недвижимости происходит, по сути, в земельном департаменте, но при участии сторон. Соответственно, сторона в договоре, если это речь идет о новостройках, то это застройщик. Всегда при продаже новостроек стороной в договоре является застройщик и, соответственно, покупатель. И дальше происходит заполнение определенных форм, заполнение договора. Все это регистрируется в земельном департаменте и выдается документ о праве собственности. Такой неожиданный вопрос. Как проверить, что у продавца или застройщика есть права собственности на недвижимость? Это что за... Как вы это проверяете? Имеется... Так, у продавца... Если это, допустим, вторичка, да? Ну, например, да. Сейчас вот я не могу вам ответить на этот вопрос. Я думаю, что это... Ну, а застройщик, хорошо. Вы как раз с застройщиком общаетесь. Что есть? Вообще вся деятельность недвижимости, она контролируется земельным... По недвижимости контролируется земельным департаментом. И все сделки с недвижимостью проходят через земельный департамент. Это по аналогии с Росреестром в России. В общем-то, ситуация абсолютно идентичная. Там есть разные моменты, но что касается регистрационных моментов, они идентичные. Поэтому вот именно сделка должна проходить через земельный департамент. И то же самое земельный департамент контролирует всех застройщиков. Есть реестр застройщиков, и их деятельность мониторит земельный департамент. Хорошо. И тогда уже такой вопрос. Вот юридически человек к вам хочет обратиться. То есть вот чем вы с юридической точки зрения можете ему помочь при покупке, при оформлении? Всем. То есть как бы всем это замечательно, но конкретно. Нет, но до моря, конечно, как вы сказали, мы его провожать не будем. Но по всем бытовым вопросам, то есть это не только формально. Здесь же, когда человек меняет место жительства, у него не только формальные вопросы, у него чисто бытовые вопросы. Как отправить ребенка в детский сад, в школу, где лучше выбрать место для жизни. А именно как юридическая поддержка, какую вы оказываете? Я вот это имею в виду. Сопровождаем в визовом процессе, решаем с человеком, что ему надо, и оказываем полное сопровождение от момента, как он к нам обратился, до момента получения Emirates ID. И если, например, он получил Emirates ID, ему нужно открыть банковский счет. То же самое. Можем помочь решить этот вопрос. И тогда я уже прошу опять подключить Лилию к нам, чтобы мы с ней немного поговорили о Турции. А, Ольга, наверное, с вами последний вопрос по срокам и открытия банковского счета. Как быстро реально его можно открыть? И еще один раз уточняющая история. В каких случаях банковский счет открывается быстрее, в каких это сложнее? Чем меньше вопросов, да, чем меньше вопросов у банка к вам, тем быстрее открывается счет. Сроки очень разные, от трех дней до трех месяцев. Просто, может быть, в виде, понятно, что такой частый немножко момент, а какой вопрос может возникнуть? То есть, что банк, вот на вашей практике, какие вопросы задавал банк? Источник доходов. То есть, это ключевая, да? Ключевая история здесь, это тоже нужно. Окей. Хорошо. Дорогие друзья, Ольга Заливацкая, юрист по иммиграционным вопросам. Ольга, я отпускаю вас там, по ходу в чате были некоторые вопросы. У нас, по-моему, сегодня, как я уже сказал, экспертов много. Мы на часть вопросов попрошу вас тогда просто ответить в чате и так далее. Хорошо. Пошел уже вопрос, чем Эмираты лучше Турции. Я так и думал, что что-то подобное у нас возникнет. Заранее хотели никакого батла не создавать. Но я думаю, что все равно от этого вопроса не уйдем. Спросим. Лилия, подключайте, пожалуйста, камеру. Микрофончик ваш. Ольга, спасибо огромное. Всего доброго. Итак, Лилия, говорим объективно про ВНЖ и про гражданство Турции. Мы и говорим чаще, и люди знают больше. Поэтому здесь наш с вами диалог в значительной степени может быть просто описанием текущей ситуации. Но тем не менее, просто в двух словах напомните. Так, смотрите, условия получения ВНЖ и гражданства. Условия получения ВНЖ первое, это на основании арендного соглашения от 6 месяцев до 1 года. Второе, можно получить за покупку неглижимости, это уже будет ВНЖ. Если городская часть, это будет от 75 тысяч долларов, если это будет не крупный мегаполис, а малонаселенный пункт, то от 55 тысяч долларов США позволяет подарить документы на ВНЖ в Турции. Скажите, пожалуйста, реально по факту. Я понимаю, что может быть за все регионы вы сейчас не скажете, но этот вопрос сейчас очень многих волнует. Количество регионов, где разрешается покупать недвижимость под ВНЖ, он стремительно сокращается. То есть он резко сократился в июле, и сейчас список все меньше и меньше и меньше. Если мы говорим, например, про Анталию, насколько быстро и насколько охотно сейчас оформляют на основании аренды? То есть есть ли какие-то тут по вашему опыту проблемы? Да. В Турции, так как превысила квота иностранных туристов, которые приехали на постоянное место жительства в Турции, поэтому с 1 июля 2022 года был внесен законодательно отказ в приеме документов на некоторые районы, в некоторых городах, например, Мерстин, Анталия, Стамбул, где квота в данных районах превышает квота по стране и средствам населения. Но несмотря на это, например, я буду говорить как живой пример Анталии, в Анталии закрыты только 4 микрорайона, не района, а только 4 микрорайона закрыты. Все остальные микрорайоны и районы сейчас на данный момент без проблем оформляются в ВНЖ на основании аренды или же покупки недвижимости. Когда вы говорите без проблем, желающих, понятно, много. Какие по вашему опыту сейчас, может быть, очереди и какие-то, есть ли в этом нюансы, ну, по крайней мере, по Анталии, если вы говорите? Я поняла. Вы знаете, у нас ВНЖ оформляется онлайн. Конечно, так как сейчас большой наплыв желающих, поэтому рассматриваются заявки от 1 до 3 месяцев. Но если документация в порядке, начиная от соглашения, например, на заверенного, заканчивая документами, которые легализованы в России, или в другой стране, откуда приехали, если проблем с документацией нет, от 1 до 3 месяцев у нас сейчас на данный момент ведется оформление ВНЖ. По вашему опыту, вот вы сказали, хорошо оформлены документы и нехорошо оформлены документы. Если мы говорим о, вот что значит нехорошо, какие документы по вашему опыту в случае с ВНЖ вызывают определенные, скажем так, трения? То есть, к чему нужно подготовиться, а может быть уже выезжая из своей страны? То есть, что нужно показать? Или по большому счету тут трудностей нет? Да. Первое, это нужно взять с собой документы о рождении ребенка. Они должны быть обязательно запастерированы. Второе, нужно обязательно арендовать жилье в разрешенном районе Анталии. И показать обязательно турецким властям, особенности иммиграционной службы, счета, банковские счета. Показать, что у вас есть счета в банке, которые позволяют вам здесь прожить энное время. Это уже достаточно. Скажите, пожалуйста, по поводу открытия счетов. У нас тут опять же тоже есть разные информации. Какие-то банки легко открывают, какие-то нет. Ваши, ну скажем, данные последних недель, может быть, даже интересно не месяцев, а вот именно ноябрь. Насколько это быстро сейчас можно сделать? Я буду говорить за ноябрь, например, в ноябрь. Некоторые банки требуют депозит, например, как Денисбанк. Некоторые банки не требуют депозит. Минимальный плат, насколько я помню, страховки в банке состоит от 1000 до 3000 лир. Поэтому на данный момент сильно большой проблем с отсутствием счетов в Анталии нет или же в Турции. Окей, хорошо. Ну, мы действительно по Турции, может быть, чуть, несколько меньше сейчас будем говорить, чем по Анталии. Просто потому, что по ВНЖ турецкому вроде как изначальных вопросов и в чате этих вопросов было меньше. Лилия, как раз в двух словах, может быть, еще просто о программе гражданства напомним. И давайте подключать снова Анну Жарву, руководитель направления ОАЭ. Поговорим об инвестиционной составляющей, чтобы можно было сравнить. Так, два слова. Чтобы оформить турецкий паспорт, будет инвестировать в недвижимость от 400 тысяч долларов. Ну и возможность гражданства, конечно, от турецкого гражданства открывает очень больше. Больше, в том числе, например, для предпринимателей. Выход, например, на визу Э-2 в США, международные компании, разрешение вести бизнес в стране, право на трудоустройство. Также действует у нас безвизовый режим с 110 странами, включая Японию, Гонконг, Таланг, Бразилию и так далее. Вот, поэтому турецкое гражданство очень, конечно, упростит релокацию в Турцию. Благодаря соглашению между Турцией и Европейским экономическим сообществом, заключенным перед Петровым годом, граждан Турции может подавать документы на получение бизнес-виза, например, в Великобританию. Упрощенная подача документов. Очень много плюсов турецкого гражданства, которые даже сейчас я не могу перечислить. Окей. Ну что ж, я даже не могу сказать, кто в этом раунде потенциально мог бы выиграть, у Аи или Турция, но условия действительно принципиально разные. А, вот еще вопрос поступил. Сможете ли ответить, как выдают шенген русским, ну, россиянам или необязательно россиянам получить турецкое гражданство? Насколько это простая процедура, если вы с ней сталкивались? Можно я скажу на своем примере? Да, пожалуйста. Я гражданка Турции уже давно, я проживала здесь 25 лет. У меня есть турецкое гражданство, у меня два гражданства. Я получила без проблем 10-летнюю визу в Америку. Сейчас уже получила ее на первой консультации в Американском посольстве. Также я получила без проблем европейскую визу как гражданка Турции. Насколько, кстати, в Турции выдают вам, это мультивиза, на какой срок она была выдана? Америка, 10 лет. Нет, не Америка, а европейская, на сколько вы выдается. И какой страны? Первый раз 6 месяцев была выдана, я поняла. Первый раз была 6 месяцев. А в какой стране вы получаете? Виза какой страны? А, с какой страны я начинала? Нет, нет, виза шенгенская какой страны? А, в Голландии. Я начала с Голландии, да, потом другие мне были визы. Сейчас, на данный момент, например, нам упрощенную визу дает Великобритания. Я не буду сейчас говорить детали, но там существует соглашение между Великобританией и Турцией. И на данный момент гражданам Турции взять визу в Великобританию в Англию очень легко. Хорошо. Спасибо большое. Мы опять ненадолго с вами прощаемся. Переходим к следующей теме нашей дискуссии. Вновь подключаем Анну Жар, руководитель направления ОАЭ, компании Just Prime Homes. Анна, подключайте камеру и микрофончик. Говорить сейчас будем о, ну, назовем так, мы назвали это изначально релокацией капитала. Дело в том, что, ну, недвижимость в той или иной степени может быть основанием... Анна, микрофончик еще включайте. Может еще быть основанием не просто для проживания, но и для каких-то финансовых историй. То есть, как бы, вложился в недвижимость, значит, в какой-то степени свои деньги сохранил. Но в какой степени это верно для Эмиратов, давайте сейчас как раз об этом и поговорим. Анна, ваш взгляд на инвестиционную составляющую дубайской недвижимости сейчас? Да, давайте расскажу, что в Эмиратах можно не только сохранить свои накопления от инфляции, но и получить доход в стабильной валюте. И почему я считаю, что это возможно. Значит, я начну, наверное, с более общих вопросов. Немножечко расскажу про экономику страны, почему она устойчива и будет продолжать развиваться, несмотря на какие-то негативные тенденции, которые мы видим, в принципе, в экономике в мире в самых, там, даже развитых ранах. Значит, первый момент — это то, что курс Дирхама жестко привязан к курсу доллара, а фискальная политика Эмиратов завязана на фискальную политику США. Соответственно, если в США поднимают ключевую ставку, это значит, что ипотека стала дороже в Дубае в том числе. И, как мы знаем, что многие там финансовые кризисы, недавние крупные мировые, они как раз начинались с ипотечных кризисов. Но как раз-таки Эмираты в этом плане — это безопасная территория, потому что в Дубае, в отличие от всех остальных крупных развитых рынков, например, там, от того же рынка США, всего 18% сделок по покупке жилья совершаются в ипотеку. В основном все объекты, самые дорогие объекты покупаются за наличные. Уровень роста цен на недвижимость за первое полгодие этого года составил 5-7% для массового рынка, это средняя цифра по всем объектам, и 12-15% для премиального рынка. Сейчас рынок так, ну, то есть такие условия на рынке, что элитное премиальное жилье, оно дорожает самыми высокими темпами, и на него сейчас самый высокий спрос. Очень сложно вообще, в принципе, совершить покупку такого объекта, потому что очень много жевающих, очень большой доход. Второй момент — это очень многие задаются вопросом, да, привыкли думать про Эмираты как про страну со сырьевой экономикой. Но Эмираты очень давно уже преодолели зависимость экономики страны от нефтегазового сектора, и любые кризисные явления в нефтяной отрасли никак не повлияют на экономику страны в целом, потому что сейчас основной доход приходится на неэнергетический сектор, это недвижимость, туристическая отрасль, строительство, логистика, инвестиционно-финансовый сектор, производство, экспорт, импорт, реэкспорт. Все вот это составляет растущую экономику Эмиратов. Но если мы говорим про текущую ситуацию, да, то сейчас у нас как раз такой искусственный дефицит на рынке нефтепродуктов создался, и Эмираты, наоборот, дополнительно выиграют от этого, цены на нефть растут, будут расти, и все нефтеэкспортеры выиграют экономически от этой ситуации. И дальше, например, можно посмотреть на рейтинг от компании Henry Partners. Это международная консалтинговая компания, которая как раз специализируется на разработке программ инвестиций, гражданства под инвестиции в недвижимость. Они, например, разрабатывали такие программы для государства Кипр, и они опубликовали рейтинг наиболее привлекательных стран с точки зрения инвестиций в недвижимость, поставили Эмираты на первое место, проанализировав огромное количество параметров, и экономических, и политических, разнообразных. Я прервался ненадолго, я попрошу вас все-таки прокомментировать еще один график, который показывает динамику цен, и, может быть, сразу после этого перейти к еще одному вопросу. Все-таки схема получения дохода или просто сохранения своих средств в ОАЭ, это что такое, в Дубайе в частности? Начнем с графика, а потом тогда вот этот мой вопрос. Да, это график такого местного оциана, самый крупный портал по недвижимости в Эмиратах, вот, и мы видим, что сейчас цены на подъеме, тренд восходящий, и, но, тем не менее, цены не достигли параметров до кризисных значений, то есть они все еще будут расти, и по прогнозам ведущих аналитиков, текущий пик будет больше, чем пик 2014 года. Почему? Почему будут расти цены на недвижимость? То есть Эмираты — это центр международных ивентов, Экспо, чемпионат мира по футболу, все это привлекает новых жителей в страну, да? Это еще тоже вопрос, кстати, о том, что огромное количество людей приехали на Экспо, посмотрели на Дубай, захотели остаться там жить, то есть это плюс, это говорит о том, насколько это привлекательно для жизни страна. — Вердите, а про чемпионат мира по футболу, он же некоторым образом в Катаре. — Он находится в Катаре, да, Катар — это соседняя страна, Катар — небольшая страна, и там сейчас уже невозможно найти место, где жить, и он просто не может вместить все вот это футбольное сообщество, поэтому можно вообще сказать, что чемпионат мира проходит в двух странах, и в Дубае, и в Катаре полчаса лета, организованы огромное количество дополнительных рейсов, и Дубай как раз сейчас принимает в том числе чемпионат мира по футболу, и половина, ну, половина примерно, да, экономического роста, который способствует такому мероприятию, он как раз придется на Дубай. — То есть дубайцы-четверицы в этом смысле, да, получили? — Да, они выиграют, они выиграют даже от того ивента, который непосредственно сами не проводят, и не выигрывали. — Окей, но если мы говорим именно о способах, то есть о чем здесь можно, на что здесь можно рассчитывать, способы и цифры? — Да, есть глобально две стратегии инвестиций, первая стратегия — это купить и перепродать, перепродать либо в короткую, там в каком-то коротком цикле, полгода-год, либо, например, держать и продать через более долгий промежуток времени, да, и вторая стратегия — это арендная стратегия. Стратегия ресела требует хорошего знания рынка, хорошей аналитики, потому что здесь очень важно правильно выбрать объект в правильном районе, правильно расположенный, с хорошим видом, то есть это максимально должна быть ликвидная недвижимость для того, чтобы вы получили доход при перепродаже. Здесь все, как правило, пользуются возможностью хороших программ по рассрочке. В среднем первый взнос при покупке недвижимости по программе рассрочки — это 10-20%, то есть за 10-20% от стоимости объекта можно оформить собственность на этот объект, дождаться увеличения цены и перепродать его. Но здесь есть тоже свои нюансы. В 2022 году ликвидная недвижимость Дубая скупается абсолютно моментально, в некоторых случаях даже за несколько часов после анонса продаж, поэтому в случае, если вы хотите инвестировать именно по вот этой вот стратегии, то здесь нужно вместе с каким-то партнером, который разбирается в рынке, отслеживать запуски новых объектов заранее уже, выбирать для себя объекты до момента лаунча, и как только происходит запуск продаж или там какие-то предварительные этапы, да, есть еще там этапы, когда можно произвести предварительное бронирование, вот чем раньше зайти в покупку, тем больше шансов получить наилучший доход от недвижимости. Вот, например, есть такой этап бронирования, как токены, это самый-самый первый этап, когда просто покупается право впоследствии после старта продаж выкупить этот объект. Вот, там ничего про этот объект практически неизвестно, вся информация дается уже на старте продаж, но вы можете внести какую-то небольшую предоплату, чтобы гарантировать, что у вас будет первоочередной приоритетный доступ к вот этому лоту с самыми лучшими характеристиками. Ну, соответственно, если на старте продаж оказывается, что что-то вам не подходит, не оправдались ожидания, да, то эти деньги возвращаются, естественно. Вот, и если брать какие-то недавние кейсы, то вот совсем недавно прошли продажи, запретились продажи комплекса Penisula 4, был очень громкий запуск, может быть, вы тоже про него слышали там или видели рекламу, и вот люди, которые, например, да, забронировали на вот этом первом этапе однокомнатную квартиру, они уже моментально за несколько недель, да, на старте продаж, к моменту старта продаж цена за эту однокомнатную квартиру уже выросла на 13%. Вот, то есть это как бы, это уже доход, да, на вложенные средства достаточно приличный. Вторая стратегия по получению дохода. Да, спасибо. Вот все-таки, если мы говорим о цифрах, вот оптимистичная и реалистичная история, связанная с вот такой, со спекулятивной стратегией, какие цифры, опять же, может быть, какой-то последний ул, с учетом того, что рынок сейчас растущий, сколько зарабатывали их? Может быть, ваши клиенты, может быть, ваши? Мы, как правило, при составлении инвестиционных стратегий, да, там это могут быть инвестиционные стратегии, полностью сфокусированные на ресейле, либо это сбалансирование инвестиционной стратегии, да, где часть денег отдается на вот такие вот более рисковые инвестиции, как ресейла, часть денег на арендную стратегию, где можно сразу же начать получать доход, да, и таким образом это все балансируется. И мы прогнозируем вот сейчас где-то от 20 до 40 процентов дохода на ресейле, вот, и, ну вот, вы упомянули, да, оптимистично, реалистично, и тоже делаем несколько сценариев в зависимости там, то есть, нескольких вариантов, как себя поведет рынок, чтобы у вас было понимание вот этого вот коридора по доходности. Но в среднем это от 20 до 40 процентов сейчас на ресейле. Окей, ну и давайте только вторая стратегия, я вас прервал, да. Да, вторая стратегия, это арендная модель, аренда может быть долгосрочной или краткосрочной, долгосрочная аренда заключается на год или больше. В этом случае вам не нужно, чтобы в квартире была мебель и какая-то техника, арендаторы привозят это все сами, свое, квартиранты там живут один, два, три года, оплата может происходить вперед за 4, 6 или 12 даже месяцев. Вот, то есть, это такая более удобный вариант, здесь больше простор по возможности, да, по объектам, то есть, это могут быть какие-то в том числе недорогие объекты, расположенные в нетуристических районах, в спальных районах, но и доход от такой аренды меньше, то есть, это там где-то 4-6 процентов годовых. Если самая доходная стратегия, это краткосрочная аренда, то есть, это аренда, ориентированная на туристов, там, где ежемесячная или там понедельная какая-то оплата. Здесь самый высокий заработок, но при этом мы понимаем, что не все объекты подходят для краткосрочной аренды. Вам нужно хорошо понимать свою аудиторию, то есть, если это туристы, то это должно быть расположено рядом с центрами притяжения, да, туристических, Дубай, бизнес-центр или пляж, вот, то здесь вот, здесь есть определенные параметры хода, да, по бюджету для таких объектов. Если мы говорим про какие цифры по доходности, да, то здесь все может начинаться там от, как я уже озвучила, 4-6% за такие вот объекты недорогие в спальных районах до, доходить до 12% годовых, если это очень хорошие апартаменты на побережье, в краткосрочную аренду, в сезон, вот, они могут приносить очень хороший доход. Скажите, пожалуйста, порог входа, как бы вы оценили в случае с, ну, самый минимум и что это такое, вот, исходя из тех вариантов и тех стратегий, которые ваша компания конкретно предлагает? Ну, мы можем подобрать объект, да, под любой вариант, если говорить про эконом-бюджет, то это спальные районы и это долгосрочная аренда, здесь мы рекомендуем рассматривать двухкомнатные квартиры, да, с прицелом, что это на семью, вот, это там, то есть, двушки, самые ликвидные варианты квартир, вот, здесь можно начинать с бюджета там от 250 тысяч долларов. Если говорить про краткосрочную аренду, объекты в центре, то это где-то от 350 тысяч долларов за однокомнатные квартиры. Вот эти объекты, о которых вы говорите, 250-350, это объекты уже построенные или это все-таки какое-то время, то есть, можно ли вообще сейчас что-то купить интересное с инвестиционной точки зрения, что уже построено, вот оно есть, или это сложнее намного? Самые, ну, то есть, самые интересные предложения инвестиционные, они, конечно, у застройщиков. Опять-таки, да, чем на более раннем этапе вы заходите, тем больше доход вы получаете. Сейчас в Дубае от застройщиков готовых объектов практически нет, то есть, если вы хотите готовый объект, то это будет вторичка, перепродажа, это будет уже не от застройщика, вот, там могут быть совершенно разные варианты, нужно искать, смотреть, то есть, здесь все очень сильно зависит, да, от собственника этого объекта. Окей, я прошу тогда сейчас подключить Лилию, немного с ней переговорим о Турции, с ней, соответственно, и вопросы, как раз, тоже по Турции еще пошли дополнительные, тоже у нас. Анна, ну и тогда, наверное, заключительный вопрос к вам по инвестиционной стратегии. И все равно сейчас есть рост, вот, он есть, он бесспорен, и цифры получаются самые-самые-самые, что ни на есть, замечательные. Но в какой-то момент, ничто не вечно, он, тренд поменяется. Ваши ощущения, вот, что это такое, как понять, что все, ребят, стоп, на аренде зарабатывать можно, но вот на этом безумном росте уже тяжело же. Может быть, какие-то, ну, прогнозировать сейчас, конечно, не будут требовать от вас, скажите, когда точно, но вот ваши ощущения, что, как человека в этой сфере находящегося? Ну, я ориентируюсь, да, на прогнозы экспертные, там, аналитические консалтинговые агентства, ведущие мировые, и они говорят, что рост в этом году, в следующем году точно не остановится. Вот, сейчас ситуация такая в мире очень сильно нестабильная, поэтому делать сильно долгосрочные прогнозы практически невозможно. Вот, что касается того, что, как выбирать объект, в смысле, что касается того, вот, что если там не будет дохода, да, с объекта, то это возможно и в текущих ситуациях, то есть нужно очень внимательно подходить к выбору, потому что есть сильно перегретые районы, перегретые какие-то запуски, да, то есть переоцененные, вот, если вы вкладываетесь в такой переоцененный запуск, то здесь, конечно, риски сильно выше, что из-за вот этой переоценки потом рынок скорректирует цену, и вы там какого-то роста не получите. Окей. Анна Жарова, руководитель направления Объединенных Арабских Эмиратов компании Just Prime Homes, не прощаемся еще глобально с вами, в самом конце эфира еще увидимся, и я думаю, что сейчас, как раз после вот этого нашего диалога, очень вместо в чате будет Анна контакты опубликовать, потому что если у кого-то из инвесторов частный момент есть, то тогда, пожалуйста, сразу, Лилия, хочу у вас вот что спросить, по гражданству Турции проконсультировать сможете? Да, конечно, мы это обязательно предоставляем. Так, нет, вопрос, выдается ли гражданство Турции при покупке нескольких объектов на сумму 400 тысяч? Конечно, да. Распространяется ли возможность получения гражданства на детей 18+, Нет, до 18+. Короткие, длинные вопросы, короткие ответы, да. Значит, объекта можно, 18+, к сожалению, нельзя. Но давайте тогда несколько слов о инвестиционной привлекательности турецкой недвижимости, как вы ее сейчас видите, какие аргументы за и против, и какие схемы здесь вам кажутся наиболее интересными и могут инвесторов заинтересовать. Пожалуйста. Вы знаете, у нас также есть тема, как стратегия рецела, очень интересная тема, которую мы также предоставляем консультации, как офис, например, вход в строительство на время котлована. То есть длится проект в основном от года до двух, и доход состоит примерно на данный момент в 30%. Это очень интересная тема для турции. Ваши ощущения, Аня, я в конце этот вопрос задал, сейчас в начале, Ваши ощущения, сколько это еще продлится, и какие аргументы в пользу того, что это условно не закончится там с завершением бума, который сейчас есть просто в том числе и на рынке с точки зрения иностранного интереса. Я поняла. Филипп, дело в том, что сейчас, несмотря на спрос недвижимости в Турции, у нас есть очень много факторов, которые мы будем как бы видеть в 25 году, в следующем году. Например, в следующем году заканчивается Лазаннский мировой договор между Европой и Турцией. Это что означает? Это означает, что в Турции природные ископаемые Турция начнет добывать, перерабатывать и продавать, что уже подымет, соответственно, рынок. Плюс инфляция, пока еще идет тенденция на инфляцию, поэтому стоимость валюты, рост валюты будет дальше продолжаться, что, соответственно, будет повышать стоимость строительных материалов и стоимость рабочей силы, что обязательно повлияет на стоимость недвижимости. Поэтому тот фактор, что сейчас очень большой спрос идет на недвижимость, например, постсоветских стран, это один фактор. Но другой фактор, то, что сейчас Турция лидирует на Ближнем Востоке, как лидер страна выходит на первые позиции. Это будет также сказываться на стоимость недвижимости, на стоимость земельных участков и, может быть, на стоимость средней жизни в Турции, как бы так, среднего проживания в Турции. Скажите, пожалуйста, вот вы перечислили, есть там новостройки, есть земельные участки. С вашей точки зрения перспективы роста у кого наибольшие? То есть если где наименьший риск, где наибольшая потенциальная доходность с точки зрения роста в течение полугода, года двух? Я хочу сейчас сказать свое мнение, личное мнение по этому поводу. Например, сейчас за последний месяц, вот я бы беру, если взять за последний месяц статистику, продажа недвижимости на Турции, именно турецком населении, немножечко приостановлена. Почему? Процент ипотеки с 80% снизился банками до 40%. Это что означает? Что турецкое население на данный момент пока не может себе приобрести недвижимость. Значит, на первый план через 2-3 месяца у нас будут выходить земельные участки, которые пока еще дешевые по сравнению с, например, недвижимостью. Вы сказали земельные участки, Но вот если мы говорим о земельных участках, например, риэлторы, работающие в Алании или в Анталии, они говорят, земли у нас больше нет. И более того, я последний раз был в Турции два года назад, до пандемии, и я видел, что да, ребят, земельных участков там практически нет. Вы правы. Да, Филипп, вы правы. В центре города таких земель нет. Но есть земли, которые находятся за городом, которые находятся, например, в 50 или 100 километрах от мегаполиса, таких как, например, Анкара, Стамбул или же Анталия. Анталия – маленький мегаполис, на которых можно еще будет зарабатывать, скажем так, деньги или дивиденды, потому что рост цен на земельные участки и спрос на земельные участки будет расти в следующем году. Какой порядок входа? И в Турции же значительное число земель – это землишелихозназначение, там ничего строить нельзя. Да, но у нас уже покупатели есть, например, на Синько земли, которые покупают от 10 тысяч квадратных метров, потому что иностранным покупателям можно покупать по законодательству в Турции от 10 тысяч квадратных метров, которые покупают земельные участки большие, разбивают сады, выращивают продукцию и уже ее продают. Уже есть такие примеры. Смотрите, это все-таки история уже не совсем чисто связанная с недвижимостью. То есть, понятное дело, я лично знаком с большим количеством людей, которые рассматривают Турцию как инвестиционное направление, но заниматься сельским хозяйством – увольте. Это вообще такая история. Не обязательно. Я поняла ваш вопрос. Можно сказать кратко, если, например, у вас есть сумма на данный момент 30 тысяч долларов, мы уже можем заниматься земельными участками? Но это, соответственно, не Алания, не Анталия. Это ближайшие районы Анталии или Алания. И тогда следующий момент. Вот когда, если мы говорим о доходности, вот Анна несколько минут назад сказала примерные цифры, как она видит, и это были цифры в долларах в евро, условно. Она называла в долларах в евро цифры 25-35, если мы говорим о росте цены на недвижимость. Она называла цифры от 5 до 12, если мы говорим об арендованном доходе. Ваши ощущения по Турции, какие они могут быть? То есть, может быть, с той же землей. То есть, что это за цифры, какие это параметры? В связи с повышением минимальной зарплаты в конце года, цены на Турции, на земельные участки, на недвижимость будут повышаться уже на 10-15% в течение трех месяцев. Окей. Хорошо. Ну и тогда, наверное, последний момент. Вот такой вопрос, связанный с арендой. Вот общался сейчас с многими риэлторами. Они говорят, что найти недвижимость под аренду так, чтобы в районе еще и под ВНЖ сейчас очень-очень трудно. А курортный сезон закончился, и те районы, которые, в общем, под ВНЖ не подходили, там квартиры опустили. Какой объект нужно сейчас выбирать, чтобы зарабатывать на аренде? И насколько, на ваш взгляд, стоимость квартиры и, соответственно, ее нынешнее и будущее будут зависеть от именно вот этих, от того, в арендном кусочке, в арендном районе находится объект или нет? Несколько путано спросил, но думаю, что вы меня поняли. Я поняла смысл. Смотрите, Филипп, например, опять-таки я хочу сказать, я буду говорить на конкретных примерах. Да. К нам за последние 2-3 месяца обратилось несколько клиентов с тем, чтобы купить квартиры только под аренду. Так как, например, в Кони Алты у нас на данный момент 3 микрорайона зацеплены для ВНЖ, мы им посоветовали купить квартиры небольшие 1 плюс 1 или 1 плюс студию возле университетов Анталии. В Анталии находятся 2 университета, больших университетов Анталии. Или же предложили купить небольшие квартиры в других городах Турции, но опять-таки рядом с университетами. Это значит, что эта квартира будет всегда востребована под аренду, не только для русскоговорящих. Потому что инвесторы, которые к нам приходят, небольшие, маленькие, средние или же большие, мы стараемся их ввести не только в среду русскоговорящих, а еще в среду туркоговорящих, для того, чтобы эти инвестиции работали. Начиная с квартир, заканчивая виллами, землями и так далее. Окей. Ну и тогда я, во-первых, попрошу подключить сейчас к нашему эфиру Надежду Куб, старшего брокера по направлению Объединенной Арабской Эмираты. Надежда, подключайтесь, пожалуйста. А завершающий вопрос в этой части, Лилия, о которой я вас хочу спросить. Опыт вашей компании по аренде сейчас. Сколько зарабатывали в этом году и какой ваш прогноз на следующий год? Не спекулятивные сделки, а именно арендные. Что получалось? Вы хотите спросить, сколько получается в... Да, какой доход был, на какой доход могут ориентироваться сейчас потенциальные инвесторы? В цифре я могу сказать вам так, что цифры, к сожалению, на аренду не падают. И падать не будут, они будут расти. Понял. Я имею в виду доходность какая. Я про доходность. Какая доход от аренды может быть? Какая доходность? Я думаю, 20%. В лирах. А в долларов, в евро? Смотрите, я могу сказать вам конкретно, вот, например, сейчас стоимость аренды в месяц, уже сейчас, в месяц, начинаются квартиры, которые мы советовали покупать нашим клиентам. Сейчас в месяц мы их сдаем за 500 долларов. Один плюс один. Это очень хороший арендная плата, это очень хороший пассивный доход нашим клиентам. Понятно. А еще раз, район о каком вы сказали? Вы знаете, здесь районы, так вот здесь много районов, например, в Анталии. И я говорю сейчас об Анталии, район Лара и Фоня-Алты. А сколько, хорошо, доходность 500 в месяц, ну и просто ориентировочная стоимость объекта там, чтобы можно было понять. Это было год назад куплено, поэтому тогда была эта стоимость. А, тогда, да, тогда, это уже 30, да. Понятное дело, да, что тот, кто купил год назад, там история совершенно другая была. Да, поэтому сейчас вход, например, в хорошие районы, это плюс-минус 200 тысяч долларов. Понятно. Соответственно, аренда от 500 долларов в месяц и выше. В зависимости от микрорайона, в зависимости от наличия инфраструктуры, в зависимости от расстояния от моря и так далее. Да, окей. Понятно. Спасибо, Лилия. Вернемся еще в завершении тоже вебинара к вам с примерами конкретных объектов. А теперь я рад приветствовать Надежду Кут, старшего брокера по направлению Объединенные Арабские Эмираты, компании Just Prime Homes. У нас с вами, Надежда, задача прям-таки вау. Нам нужно показать конкретные примеры, что ваша компания сейчас предлагает в Дубае. Готовы? Да, конечно. Отлично. Тогда поехали, включаю презентацию, рассказывайте. Сейчас я только найду дубайский объект. Я пока хочу сказать о том, что недвижимости в Дубае супермного. Еще раз вернуться к словам Анны, которая говорила о том, что важно... Если можно капельку погромче. Да, да, да. Важно очень в Эмиратах правильно выбрать объект, что для жизни, что для инвестиций, потому что объектов предлагается очень много. Разобраться покупателю, не только который был здесь в качестве туриста, очень сложно. Да, даже если очень хорошо разбирается в районах. На слайде сейчас пример. Здесь объект расположен в Шоба-Хартленд. Это район, который построен по принципу город в городе. Здесь есть школы, садики, здесь будет запущено метро, прорыта лагуна. Сам объект расположен на берегу, что делает его привлекательным с точки зрения как проживание. Но не могу сказать, что это такая доходная инвестиция. Ее можно взять для того, чтобы, например, сохранить деньги, если мы говорим о том, что... Если обложение. Да, она подойдет семейным людям. Она очень удобно расположена близко к центру Дубая, даунтаун, бизнес-бэй. Очень удобная развязка. То есть здесь можно рассматривать жилье как для жизни, так и для сдачи в аренду в долгосрок. Не для туристов. Уточнить, 436 это за 1 плюс 1? И какие там, хотя бы примерно, если сможете сказать, или потому что в частном порядке, о какой площади идет речь в этом случае? О какой площади? Если на наши русские метры здесь порядка 75 квадратных метров будет однокомнатная квартира. Как правило, они строят большую кухню-гостиную и плюс одна спальня. Окей. Идем дальше. Так, это один из моих любимых районов и вообще объектов. Здесь мы можем рассматривать также как для жизни, так и для инвестиций. Потому что район чем универсален, он застраивается. Он также близко расположен к центру. Это будет полноценная комьюнити, в котором не будет высоких башен. Здесь будут только виллы и таунхаусы. И издается он в 2024 году, что тут такие относительно небольшие стоят. Еще капельку все-таки погромче. Это арендный и вот все-таки это для чего? Здесь можно взять на ресейл. Здесь можно взять на ресейл и можно взять для жизни. Почему ресейл? Здесь сумма достаточно приличная. Почему я рекомендую вкладывать в такие объекты? Потому что люкса качественного в Дубае очень мало. И его прям точечно нужно искать. Окей. Объект номер три. Этот объект расположен на пальме. Здесь можно брать первое – это в инквизицию на ресейл. И второе – для арендного бизнеса. Он расположен на берегу, на пальме. Пальма у нас уникальна тем, что там очень мало земельных участков осталось. Там практически ничего не строят. Она уже полностью отстроена. Она полностью со всей инфраструктурой. Здесь мы ведем речь больше о туристическом бизнесе. Скажем так, на Holiday Home можно взять этот объект. Потому что пальма – это больше, наверное, по люкс. Люксовый воздух. Окей. Смотрим дальше. Это тоже у нас пальма уникальная. Это уже совсем какая-то такая красотинка. Да, это люксовый объект. Здесь суммы идет речь от 6 миллионов долларов. Двухкомнатная квартира. Здесь нет студии, здесь нет однокомнатных квартир. То есть площади начинаются от двух. Из таких бонусов могу сказать, что есть квартиры, где лифт только твой. То есть это невысотное здание. Вы поднимаетесь по лифту, двери открываются, вы входите прямо к себе домой. То есть это такой лакшери объект. Да. Можно взять. Это видно. Окей. Ну это для тех, кто любит прямо вот что-то такое. Второго такого не будет уж точно. Второго такого уж точно не будет. Это правда. Окей. Смотрим дальше. Вот уже и цены начали чуть-чуть снижаться. Этот объект, он тоже относится к ряду премиальных. Я больше за премиальную недвижимость, потому что, еще раз повторюсь, в Дубае прямо точечно нужно искать люксовую недвижимость. Ее очень мало. Здесь больше про, если там на ресейл берут, да, масс-маркета, очень много. Все-таки Дубай, он больше про люкс, про качество, про красивую жизнь. И люди, которые с земгами, они ищут что-то уникальное, да, прежде всего качество. Вот здесь, если говорить о застройщике и о его объектах, то есть он отличается тем, что он не проводит таких вот, знаете, есть перегретые пиары, когда очень громко, но внутри не так громко, как говорят на запуске. Вот, здесь речь идет о, все-таки, наверное, качестве. Здесь застраивается полуостров, который застраивает один застройщик в одном стиле, на бизнес-бэй, то есть он расположен на воде. Здесь есть террасы от 40 квадратов, то есть здесь есть площадь от 40 до 80, насколько я помню, террасы с видом погода. Подойдет он для аренды, для жизни. Кто любит такую подвижную, наверное, не очень, вы знаете, есть люди, которые дайте мне спокойный район, а есть те, которые, что дайте мне там дешево, там где много, там где там все хорошо. То есть здесь для таких активных больше людей. Потому что бизнес-бэй, где такой район. Ну и последний, судя по всему, наш объект на воде. Да, это лагуна. Чуть погромче просит еще, Надежда, капельку погромче еще. Этот район расположен на лагуне, она еще не прорыта, она будет искусственно прорыта, протянута сквозь весь комьюнити. Комьюнити достаточно большой, отстроен он в стиле итальянских городов. То есть там каждый, ну оно одно большое, да, и состоит из таких микро городочков. Санторини, Италия, то есть и каждый в своем стиле отстроен. На территории будет и аквапарки, и пляжи, и кинотеатр на воде. Он будет состоять из вилл и там хаусов. Тоже такой достаточно тихий район, но в то же время там будут все абсолютно развлечения. Он идеально подойдет для семьи, он идеально подойдет для арендного бизнеса. Потому что достаточно большой спрос все-таки, да, есть такое убеждение, что вот я возьму однокомнатную квартиру, потом я ее успешно реализую. Но Дубай все больше и больше становится все-таки таким семейным городом, куда переезжают с семьей, с животными, ну то есть по несколько поколений и так далее, да. И все больше и больше спроса все-таки на жилье для семьи. Здесь будут представлены таунхаусы и виллы, которые подойдут, в общем-то, и на проживание, и на арендный бизнес, долгосрок, и на перепродажу. Потому что район только отстраивается, и он, в общем-то, будет нарастать по цене, по мере его строительства. Окей. Мы показали шесть объектов. Надежда, просто для понимания порядок объектов у вас в базе, просто, ну, это, понятно, далеко не все, что у вас есть. Что, в принципе, вы можете предложить и вот диапазон цен, которые у вас есть, чтобы тоже могли наши зрители сориентироваться. На самом деле Дубай, он предлагает очень много предложений. Здесь все зависит от задачи, на самом деле, которую нужно решить. Потому что, наверное, ни одна сделка, она не похожа на предыдущую. У каждого есть своя задача. Первое, там, сохранить деньги, я хочу приумножить. Есть такие запросы, что у меня чуть-чуть денег, но я хочу хоть немножко заработать. Есть такие районы, на которых это сделать можно реально, благодаря рассрочке, потому что мы не входим полным кэшем. То есть, если мы говорим об объектах, например, по 205 тысяч долларов, которые позволяют нам, несмотря на то, что мы не вносим полную сумму, уже получить резидентство, то есть, мы вкладываем от где-то порядка 20% от объекта, то есть, нам не нужна полная сумма. То есть, речь идет здесь, наверное, больше от того, какой капитал и какая задача. То есть, приходит клиент, говорит, у меня вот столько денег, мне нужно вот такую задачу решить. Перевести семью, сохранить деньги, вывести их из России или приумножить. То есть, все зависит от задачи. И тот объект мы уже, соответственно, приводим клиентам. Окей. Ну, и я попрошу еще раз подключить к Лилию. Ну, а, Надежда, вам тогда такое еще в завершении вашей части вопрос. В какой степени, в какой степени, верно утверждение, чем дороже объект, тем больше он интересен скорее под ресейл, а не под аренду? Ну, вот вернемся, да, к моему любимому люксу. Я еще раз повторю. Еще раз. Какой ваш любимый? Давайте еще раз на него посмотрим. Не этот ваш любимый. Какой ваш любимый? Вот этот? Вот этот? Нет. А, вот этот? Ну, да, я думаю, что всем бы понравился. Но здесь, на самом деле, если кому-то интересно, вход для инвестора от 2 миллионов долларов. То есть, стоимость объекта 6. Здесь достаточно удобная рассрочка. Мы можем зайти порядка 2 миллионов долларов, сохранить их и очень хорошо приумножить. Еще раз повторюсь о том, что качественного люкса в Дубае все-таки очень мало. Либо это авторичка, которая уже, ну, в общем, повидавшие виды, скажем так, мягко говоря, да. Все любят свежее, новое, качественное обслуживание и что-то уникальное. Соответственно, здесь это точечно. Здесь выигрывает то, что это пальма, качество застройщика и уникальность объекта. Он не будет высоким, что тоже делает его привлекательным. И там будет своя территория, свой пляж. Ну, в общем-то, внутри он достаточно качественно упакован будет. Окей. Ну, 6 миллионов, 6 миллионов. Те, у кого есть, вполне, думаю, могут заинтересоваться. Дорогие друзья, с радостью еще представляю вас. Вам, Надежда Кут, старший брокер по направлению Объединенные Арабские Эмираты, компании Just Prime Homes. Надежда, спасибо вам огромное. 6 объектов, то есть гораздо больше, в чате контакты опубликуем. Думаю, будут рады эксперты на ваши вопросы все ответить. Ну что ж, Лилия, подключайтесь. У нас с вами завершающая наша с вами часть. Да, мы тут вот с коллегами немножко запутались в процентах, да, то есть давайте вернемся к тому, о чем говорили минут 10 назад, о доходности. Ну, первое, что я немножко от себя скажу, то, что доходность арендная в Турции в объектах явно снизилась по сравнению, скажем, с серединой года. Я думаю, это, ну, неудивительно. То есть понятно, что она сама по себе растет, но все-таки, да почти везде в мире недвижимость дорожает быстрее, чем ставки аренды. Так, не так это по вашему опыту? Да, конечно, вы правы, Филипп. Сейчас, на данный момент, средняя стоимость квадратного метра по всей Турции, это примерно 640 долларов. В Анталии это начинается плюс-минус 1000 долларов. Более-менее хороший район, если, например, спрашивать по цене. Но, вы знаете, все равно арендная плата будет расти в следующем году. Я просто, как бы, читаю очень много статистиков именно Турецкой Республики. И по статистике арендная плата будет расти. Ну, и давайте тогда, во-первых, был вопрос, сразу лучше вам его там задам, мы в чате ответить не успели. Что вы думаете об инвестиционной привлекательности Мерсина? Потому что про Аланию, Анталию, Стамбул говорили. Да, Мерсин неплохой город. Во-первых, начнем с того, что в Мерсине есть 4 университета, что уже очень плюс большой для инвестиции. То есть, когда наши клиенты обращаются к нам за инвестициями, я всегда стараюсь обращать внимание не только на прилив или спрос русскоговорящих туристов, но и на спрос местного населения. А в Мерсине, так как 4 университета находятся, в Анталии 5 университетов находятся. Поэтому спрос на аренду и на жилье, он, тенденция спроса, она будет развиваться. Хорошо, но вот тоже возражение от одного из наших зрителей, что средняя зарплата в Турции 350-400 долларов, за счет чего будет расти ставка аренды. Тем более, в таком случае заработанная плата минимальная будет повышаться перед Новым годом. Она будет составлять 10 тысяч турецких лир. Ну и давайте тогда поговорим по тем объектам, те примеры, которые есть у вас. Здесь их, насколько я помню, 4 примера. Мы не все примеры, которые вы предложили, смогли просто сюда в презентации представить. Сейчас буквально одну секунду, найду их. Ну, вот так, в Старбульске. Вот этот вот. Начнем с него. Комплекс государственной гарантии. Вообще, что такое государственная гарантия и какие здесь примеры есть? Пожалуйста. Да, здесь квартиры начинаются стоимостью 80 тысяч квадратных пардон. 80 тысяч долларов. Один тысяч. Да, квартиры с государственной гарантией, потому что данный проект сейчас находится в стадии строительства. Поэтому государственная гарантия, что имеет, что подразумевает под собой государственная гарантия, что строительство закончится и будет сдано в срок. Окей. Несколько слов вообще о, если мы говорим в целом об Анталии. Это далеко от моря, недалеко престижный, непрестижный район и так далее. Да, это примерно 10 минут до моря, скажем так. Почему? Или на машине? Нет, на машине. Это не так далеко, но не так близко. Это в центре города, скажем так. Не на самом берегу. Но общественный транспорт очень хорошо развит. Есть трамвайные линии, есть автобусные остановки. Поэтому общественный транспорт именно возле данного проекта очень развит. Это район под ВНЖ или нет? Под ВНЖ, да. Это район под ВНЖ. Окей. Смотрим следующий проект. Апартаменты красивые. Да, комплекс действительно красивый, но, наверное, и дороже существенно. Да. Здесь 225 тысяч долларов. 255 тысяч апартаментов 2 плюс 1. 255 тысяч долларов, да. Стадия строительства находится сейчас. Данный район также открыт под ВНЖ. Хорошая тема под инвестицией, потому что проект «Все квартиры с видом на море» будут. Опять-таки, я хотела сказать, так же, как и сейчас, вот именно в этом проекте, очень интересная тема реселла. Можно очень хорошо инвестировать и заработать на данном проекте неплохие дивиденды после окончания проекта. Так же, как и во всех проектах Турции, 30% взноса от 1 года до 5 лет существует разручка. Окей. Так, и вот еще, вот Эрот, про Бодрум, что у нас дело в том, что я понимаю, что вы больше занимаетесь проектами в Анталии. Сможете либо конкретно про этот объект сказать, либо в целом про Бодрум? Я про Бодрум в целом скажу. Бодрум у нас в основном дорогие объекты, потому что Бодрум сам по себе дороже, чем Анталия. Да, Бодрум самый дорогой в Турции, по-моему, там средняя цена квадратного метра больше 2500 евро. Да, самый дорогой город в Турции, потому что спрос не будет падать на дорогую недвижимость в Бодруме, так как спрос не только от русской бодрым, а также и европейцы, американцы, и сами турки там очень довольно много покупают недвижимости. Поэтому спрос на недвижимость в Бодруме, именно на дорогую недвижимость есть и будет. Очень много проектов. Также можно зайти, заплатив 30% или 50% от суммы, остальную сумму в рассрочку переоформить. Поэтому если, например, средние инвестиции или, скажем так, высокие инвестиции, я, конечно, советовала бы именно начинать с Бодрума, не с Анталии и не с Мерсина. То есть высокие инвестиции в Бодрум, потому что вероятность продажи в Бодруме, например, дорогой виллы больше, чем, например, в Алании. Так как спрос в Бодрум на дорогие виллы и на люкс-виллы, соответственно, выше, чем в Алании. Лилия, ну и тогда в заключении, все-таки какие предложения, какой объем предложений есть у вас и какой диапазон цен? Несколько слов об этом. Я заметила раньше о земельных участках буквально минимальной инвестиции за 30 тысяч долларов. Мы уже готовы помочь нашим клиентам инвестировать в земельные участки по 30 тысяч долларов. Если, например, есть 50 тысяч долларов, мы можем подобрать квартиры в вторичный рынок, например, в старый фонд, который также можно сдать и в аренду. В этом случае мы смотрим всегда на локацию. Например, локацию в старом городе Анталии или же, например, локацию в старых районах Стамбула, но востребованных Стамбулах, потому что развязки транспортные близко, к университетам близко и другие факторы, например. Поэтому даже если при минимальной сумме от 30 до 50 тысяч долларов нам клиенты подойдут в наш офис, мы уже готовы им помочь с консультациями по инвестиции данных сумм. Окей. Ну что ж, спасибо большое, Лилия Нелифер-Калкан, представитель компании Just Prime Homes в Турции. Лилия, спасибо огромное за беседу. Вам спасибо. Спасибо. Друзья, ну я попрошу сейчас подключить Анну Жарову и Екатерину Степанову к нам в чат. Я вот отвечу пока. Вот это такой, видите, вопрос. Иностранные гости сегодня есть, завтра нет. Надо ли... Показатель, не тот показатель, на который надо опираться, пишет наш зритель. Ну, смотрите, вот это вечный такой вопрос. С одной стороны, всегда хорошо, когда местное население является основным инвестором. Это, безусловно, факт, никто его не оспаривает. С другой стороны, на протяжении, ну там вот, те же пример Турции и ОАЭ показывает, что даже, в общем, довольно жесткая история, связанная с пандемией двухлетней, не снизила иностранный интерес, потому что эти государства не закрылись. В каком-то смысле они сейчас являются бенефицарами этой истории. В общем, я бы сказал, что это неоднозначный момент. То есть спрос иностранцев, по крайней мере, сейчас в моменте играет довольно большую роль. А закончится ли он? Ну, в нашем мире, конечно, ничего не предугадаешь. Но, объективно говоря, вроде пока предпосылок нет, почему он, собственно, должен завершаться. Более того, к сожалению, по совсем негативным причинам у значительной части нашей сегодняшней аудитории альтернативам Турции и ОАЭ. Хорошо, что альтернатив может быть нет с точки зрения Турции и ОАЭ, но причины тому не самые, конечно, радужные. Екатерина Анна, я вас пригласил уже буквально для такого финального такого слова, что мы еще хотели сказать нашим зрителям. Катя, пожалуйста. Да, всем спасибо большое за эфир. И Турция, и Эмираты, и Дубай прекрасны сами по себе. И, вы знаете, важно понимать, что любому покупателю недвижимости, любому инвестору всегда хорошо иметь некий запасной вариант, запасной парашют. И, ну, традиционная фраза для тех, кто инвестирует, яйца должны быть в разных корзинах. Хорошо, когда у нас есть возможности свои инвестиции, деньги и, в принципе, жизнь распределить не только на одну страну. Вот это, наверное, то, что хочу сказать я в завершении нашего вебинара. А какую страну мы выберем, ну, это уже зависит от наших предпочтений и финансовых возможностей. Анна, пожалуйста. Опа, микрофончик. Включайте микрофон, и все будет хорошо. Хочу все-таки еще раз ответить на вопрос, который вы задавали, по поводу того, с какими объектами работаем, и какой, в принципе, бюджет возможен. Значит, в Дубае бюджет начинается на покупку жилья от 150-170 тысяч долларов. Вот, потолка, естественно, нет. И мы работаем с крупными проверенными, или не очень крупными, но тоже проверенными застройщиками с хорошей историей по объектам и с хорошим качеством строительства. Это очень важно, чтобы ваши апартаменты через два года не выглядели так, чтобы их невозможно было сдать и там в них сложно было жить. Вот, работаем сейчас где-то больше, чем 10 тысяч объектов, и первичка, и вторичка, поэтому приходите, мы готовы, как раз у нас есть желание индивидуально подходить к каждому запросу каждого клиента, исходя из его пожеланий, да, и его задач, и писать, как большие инвестиционные стратегии с прогнозами, так и подбирать какие-то варианты для жизни, переезда. Приходите, всем будем рады, готовы работать с разными бюджетами, с разными задачами. Самое время сейчас в чате опубликовать контакты компании и контакты Анны лично. То есть, если я правильно понимаю, вот телефон, который 495, он и по Турции, и по ОАЭ, а вот Анна, ваш телефон, он больше именно по ОАЭ? Он только по ОАЭ. Больше я ни почему не смогу проконсультироваться. Хорошо. Екатерина, что-то хотели добавить? Да, обращайтесь относительно Турции и ОАЭ и по телефонам компании, по личным телефонам. Относительно Турции тоже хочу добавить, что инвестиционная составляющая, она растет с уровнем вложений. И достаточно крупные вложения, которые могут касаться, как выкупа неких блоков апартаментов, как выкупа земли под строительство отеля. Например, такие варианты тоже достаточно активные, пользуются популярностью сейчас в Турции. Они принесут существенно большую доходность, чем покупка небольших апартаментов или квартир, которые будут сдаваться в аренду. И если сдача в аренду квартиры вам принесет порядка 7% гарантированных годовых в валюте, то все вложения, которые связаны с существенно большими суммами, как то, например, традиционными вложениями в Турции, сейчас считаются вложения от 10 миллионов евро, как это неудивительно. Это как раз выкуп неких блоков апартаментов, либо вложения в девеломент. Они приносят существенно больший доход. Это уже индивидуальные расчеты, которые мы тоже помогаем готовить. Обращайтесь, будем рады. Ну что ж, друзья, на этом остается попрощаться. Один момент, был вопрос от Евгения, буквально 10 секунд уделю. Что, собственно, дает покупка земли в Турции? Был такой вопрос. На самом деле, ВНЖ не дает. Это, скорее, именно инвестиционная история. Именно об этом наши эксперты и говорили. Итак, Екатерина Степанова, эксперт по направлению Турция, компания Just Prime Homes. И Анна Жарова, руководитель направления Объединенной Арабской Эмираты, компания Just Prime Homes. Почти два часа пролетели незаметно. Спасибо большое, друзья, что были с нами. Опубликуем и запись вебинара, и статью через несколько дней. Приходите на вебинары при Анру. И, уверен, с экспертами Prime Just Homes мы еще увидимся не один раз. Спасибо вам большое, друзья. До свидания. Хорошего дня. До свидания. Продолжение следует...